Вот такая небольшая клеточка, куда я пересадила нашего птенчика в 30 дней. Это у меня маленькая карантинная клеточка. Он нормально воспринял, не испугался совсем. Ой, какая весненькая. Ой, какая ты хорошая. Ой, какая ты пригожая. Беляночка моя малышечка. Иди, 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 иди. Ой, 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 ой. Только не плашу, не упади. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот я его сажаю. Теперь уже на час могу посадить большую клетку, чтобы он учился здесь летать. Это я увидела, что он ковырять пытается колосок. Так обрадовалась и хотела снять. Но как только подошла поближе, он да перестал тут же делать. Мне надо было уехать больше, чем на 5 часов. А птенчика оставлять без еды больше, чем на 5 часов я все-таки не рискую. Вот я попросила мужа его покормить. Мы потренировались. Я, естественно, очень переживала, потому что нюансов много, чтобы смесь была ни горячей, ни холодной, ни жидкой, ни густой. Вот, и чтобы при кормежке, конечно, он не захлевнулся. Очень ответственным делом руки трясутся. Все домашние уехали и поручили покормить птенца. Вот, развожу ему корм. Развожу один к одному. Его нужно не обжечь, его нужно не переохладить. По-моему, труднее, чем с человеческим ребенком. Руки помыл, продезинфицировал. Если он подохнет после моей кормежки, то все, мне не жить. Поэтому я все протоколирую на камеру, чтобы мне потом сказали, правильно я делал или неправильно. В принципе, будет понятно по птенцу, правильно или неправильно. Либо выживет, либо кирдык. Что-то густовато получилось. Теперь это нужно еще нагреть, минуту постоять. Наверное, минуту постоять, а потом нагреть. В общем, минуту это пусть стоит. И снова наполню. Какое какие-то Rodrigo Вот и жрать гораздо. Тихо, подожди, я мордашку хочу тебе вытереть. Подожди, все, хватит, поел. Ты какой маленький и хорошенький. Тихо, тихо, не надо летать. Ты какой хорошенький. Слушай, какой ты классный. Все. Садись, садись, ты поел. Для папочки это и так стресс. Садись, садись. Садись, садись.